Бюджет по осени считают, потому в администрации подводят предварительные итоги за этот год. К примеру, за 8 месяцев доходная часть казны исполнена на 64%. Наибольшая сумма поступлений приходится на налоги от доходов физических лиц. Сейчас активно стали поступать средства от имущественного налога на землю, транспорт. Но это опять же, почему такой показатель, потому что те средства, которые поступают из бюджета Ленинградской области, они в основном будут поступать в четвертом квартале, когда пойдет завершение всех работ ремонтных по программам. В основном у нас в этом году все программы идут за счет средств областного бюджета, поэтому основные поступления падают на четвертый квартал. Расходная часть выполнена на 43%. Опять же, все основные расчеты намечены на финальные месяцы года. И пройдут они сразу же после того, как пополнится доходная часть городской казны. В целом же, отметила Елена Антонова, дефицит городского бюджета колеблется в пределах 100 миллионов рублей. Приоритеты были, как всегда, жилищно-коммунальная и социальная сферы. Программа «Чистая вода» вне конкурса. По улучшению качества питьевой воды в рамках целевой программы заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по модернизации очистных сооружений «Сережина» на 7 миллионов рублей. Значит, проект уже готов. Сейчас проходят опытные испытания, которые необходимо провести для предъявления проекта на государственную экспертизу. Выход проекта с экспертизы ожидается в ноябре. А начало работ по улучшению качества и цвета питьевой воды Кингисепа планируют успеть еще до 31 декабря. Есть надежда, что реконструкция водного хозяйства завершится в следующем году. Наряду с этими перспективами сейчас в городской администрации планируют и будущий бюджет. Конечно, о каких-то параметрах бюджета, какой он будет по доходной, по расходной части, еще пока рано. Потому что мы не имеем пока на руках контрольных цифр. Но уже предварительные расчеты делаются. По приоритетам, опять же, остаются у нас основными приоритетами – это сфера ЖКХ и социальная политика. По всем прогнозам, бюджет все же будет напряженным. Правда, несмотря на финансовые трудности, удалось сделать немало, подчеркнула глава администрации. Вот на Дом культуры «Химик» нашли 2 миллиона рублей. Работы идут строго по предписанию противопожарного контроля. Уже к концу недели здание распахнет двери для зрителей, там состоится концерт известного исполнителя. А вот облик другого Дома культуры, городского, намерены поменять кардинально – на 115 миллионов рублей. Все это возможно уже к 2014 году, когда Кингисепп отметит 630-летие и встретит гостей из сообщества русской гонзы.